Вместо отдыха в Крыму этим людям пришлось приехать в суд. Всем обещали горящие путевки в Евпаторию. Валентина решила поехать на курорт всей семьей. Вышло 64 тысячи на троих. У меня муж прилетел с работы. Мы пока одевались там все, море покупали для пляжа. Нам позвонили, сказали, что мы не едем. Откладывается на 24 число или 22. Мы потом в этот же день опять собираем сумки, опять звонок. То, что опять откладывается на какой-то срок. После нескольких отложений поездки семья отказывается от путевки. Но вернуть деньги оказалось невозможным. В такой же ситуации оказались и другие люди. Только по одному из списков уехать должны были 20 человек. Пострадавшие решили обратиться в суд и вернуть потраченные суммы. Наслушная девушка, которая предлагала заманчивые туры, вдруг заявляет. Сама стала жертвой обмана. Якобы распространять путевки ей предложила другая женщина. Ну, как она выразила, что мы украли на 2 миллиона этих путевок из «Газпрома». И вот их нужно реализовать. Она знала, что муж у меня на тот момент ищет работу. Она говорит, я давай там сейчас на повышение иду начальником отдела кадров. И мужу устроена работа. Даже, кстати, она мне анкету привезла. Позже выяснила, что некая Колдаева раньше действительно работала в обществе. Но была уволена. Она ознакомилась с материалами дела, но узнав, что на процессе будут журналисты, спешно покинула здание суда. Изначально она предлагала и самой Баликбаевой поехать по той же самой путевке. Вы сами отказались и начали искать других людей. Я к тому говорю, что вы изначально знали, вы сейчас все лжете. Вы изначально знали, что это афера. И вы прямой изначально участник вот этой вот затеи. Ответчик писала заявление в полицию, чтобы привлечь женщину к уголовной ответственности. Материалы проверки рассмотрят судья, пока заседание было решено перенести на 30 марта. Анастасия Матвеева, Владислав Грубунов. Новости дня.